друзья всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж сегодня мы начинаем день с очень хорошим настроением потому что наш прогноз который предполагал ослабление курса американского доллара реализовался друзья мы увидели распродажи бакса мы увидели повышенный спрос на риск мы увидели американский фондовый рынок на новых исторических максимумах очень рассчитываю надеюсь на то что вы на этом смогли заработать если нет друзья но значит нет видимо вы увидели в чем-то более весомые аргументы того что динамика должна была сложиться иначе давайте подведем итоги заседания федрезерва соответственно пробежимся по горячим следам потому что у нас есть если у нас основание сейчас а говорить о самом настоящем переломе в краткосрочной тенденции восстановление доллара и являются ли вот эти итоги американского регулятора которые были подведены в ходе вчерашнего дня основанием чтобы еще больше ставить на снижение курса американского доллара и так друзья доллар который рос до заседания фрс локально пару недель назад мы увидели индекс американской валюты на отметке 92 50 показывал такую динамику потому что пользовался наглым образом поддержкой со стороны повышения доходности американских облигаций рост доходности трейджерис это значит снижение их стоимости и можно сказать что это крупнейший нисходящий тренд за последние 10 лет который сложился причем доходность американских облигаций росли потому что трейдеры были уверены что инфляция растет сейчас в экономику будут влиты еще 1 9 триллиона долларов которые значительно подстегнут рост индекса потребительских цен это заставит очень сильно фрс понервничать и идти откажутся от того что говорили ранее касательно сроков повышения процентной ставки и выхода из программы количественного смягчения заставит их пересмотреть свою позицию и анонсировать более ранее ужесточение монетарной политики вот с тех пор как месяц назад после декабрьского заседания точнее последнего заседания федрезерва мы стали наблюдать за такой динамикой трейджерис конечно же все упиралась авто когда же состоится следующее заседание фрс чтобы мы наконец-таки получили все ответы от руководства центрального банка и от джерома паула и я на протяжении всего этого периода друзья вас готовил к тому что тот там рост инфляции который мы наблюдали ранее он основан на краткосрочных факторах это не значит то что инфляция выйдет на новые локальные или даже исторические максимумы для сша и заставит напрочь изменить денежно-кредитный курс американского регулятора я много раз вам говорил что рост инфляции недостаточен для того чтобы фрс отказался от той политики которую проводят но он понимает что мои слова для многих из вас ничего не значит ну давайте тогда разбирайте а то что отметил джером паула в ходе своего вчерашнего выступления в ходе своей пресса конференции и так по факту сначала главных итогов заседания фрс прогноз экономического роста улучшат ну а как иначе не в экономику влили 2 триллиона долларов конечно же нужно сейчас состроить оптимистичные ожидания по экономическому росту 6,5 процента до конца этого года напротив 42 процента инфляция 24 процента но на этих локальных а пиковых значениях индекс продержится недолго скорее всего стабилизируется там после в районе двух процентов так далее уровень безработицы ожидают конечно же снижение но все равно по мнению паула без работы остаются больше 10 миллионов человек это самая настоящая проблема которая покажет не очень-то активно и решается ну и конечно же если уже непосредственно перейти на то что было сказано джеромом паулом то друзья здесь тоже было все предельно просто ясно и предсказуемо американская экономика еще далека от целевых значений по индексу потребительских цен и по полной занятости пока эти цели не будут достигнуты политика не изменится на достижение этих целей потребуется 2-3 года до вчерашнего заседания фрс до оглашения итогов по фьючерсной ставки если анализировать оптимисты которые и разгоняли рынок казачьих облигаций ставили на дальнейшее укрепление доллара были абсолютно уверены то что фрс просигнализирует о возможных изменениях политики повышение процентной ставки уже на двадцать второй год но судя по тому что мы видим сейчас первое повышение процентной ставки произойдет не раньше двадцать третьего года если говорить и рассматривать анализировать позицию голосующих членов фрс можно сказать что если по итогам декабрьского заседания к примеру только 5 членов американского регулятора поддерживали идею того что ставки нужно повышать в двадцать третьем году то сейчас у нас уже перевес идет в пользу семи голосов и я думаю друзья что чем больше будет настолько плохих отчетов как мы получили за день до этого по рознице по промышленному производству если снова разочарует данные по рынку труда количество сторонников ужесточения денежно-кредитной политики будет снижаться а количество тех голосующих членов которые все-таки радеют за то что удерживайте мягкий экономический режим будет расти поэтому мы возвращаемся на собственно к тому чего начали две тысячи двадцать первый год то с конкретной установки на то что при текущих параметрах денежно-кредитной политики у доллара нету серьезных причин для того чтобы упрощить свое положение на долгосрок конечно же периодически доллар будут выкупать это ежу понятно и может быть мы даже снова увидим значение 92 по индексу доллара и выше но в конце концов медведи оказываются сильнее потому что позиция медведя опирается на системный фундаментальный фон указывающий на то что ставки будут низкими программа количественного смягчения в объеме 120 миллиардов долларов останется в силе и в целом еще говоря про меры экономического стимулирования которые все-таки могут подстегнуть рост инфляции до уровня который будет граничить с паническими настроениями касательно стабильности курса национальной валюты то есть говоря простым языком до уровня инфляции когда трейдеры имеющие в своем портфеле непосредственно на долларовые активы и задумывающиеся о стабильности этого номинала все-таки решат что инфляция является больше негативным фактором для валюты и в конце концов может привести к ослаблению курса в данном случае доллара поэтому друзья я еще раз обращаю ваше внимание на то что американский регулятор не изменил денежно-кредитную политику повторил наличие нисходящих рисков то что политика будет оставаться мягкой мы снова с вами еще раз убедились в том что изменение политики стоит ожидать не раньше двадцать третьего года а поэтому я считаю что сейчас самое главное дождаться разворота по американскому рынку долго не хочу накаркать но собственно до заседания фрс десятилетки торговались на отметке 1.70 а сейчас уже на уровне 1.66 призываю вас друзья навалиться на определенные активы и поддержать вместе со мной идею слабого американского доллара ну и по остальным активам давайте тогда на вкратце потому что в целом все будет плясать дальше от доллара евро против американца цели 1.20 локальный хай был на отметке 1.1980 с копейками скажем так чуть-чуть опять не добили сейчас котировки 1.1970 фунт против доллара 1.3957 цели 1.40 американский фондовый рынок на хаях 3.965 максимум был 3.985 15 пунктов до цели в 4000 пунктов не хватило но еще не вечер NASDAQ я также покупаю 13.198 ближайшая цель 13.500 австралиец против доллара сегодня растет не только на слабости американцы но еще благодаря поддержке австралийского рынка труда уровень безработицы снизился с 6.3 процентов до 5.8 и сейчас уже котировки 0.7823 цель прежняя 0.80 и рынок нефти по-прежнему друзья покупаем сейчас котировки 67.59 и доклад международного энергетического агентства накануне пересмотрен прогноз роста спроса на 100 тысяч до 5.5 миллионов и этот прогноз базируется на компаниях по вакцинации более высоком спросе со стороны мировой экономики которые восстанавливаются и позиции ОПЕК которые пока не торопятся увеличивать производство на этом собственно все большое спасибо за внимание и всем пока пока